Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Так, забираем с тобой ежедневные награды Лига Мастеров и Лига Сёгунов 2 звезды. Вы серьезно, вы хотите сказать, что за какой-то вшивый день вы меня скинули до Лиги Мастеров? Ой, то есть Сёгунов? А ну-ка, не верю. Лига Сёгунов, ребята, 2 звезды, 65 ранг, получи и распишись. Ну что же, я не буду с ними здесь долго качеврежиться, естественно я буду делать прорыв. Так, ну вначале мы откроем колоду, бесплатно, само собой. Так, давай посмотрим, что нам тут выпадет. А выпадает нам зэк, который нам и даром в принципе не нужен. Так, ладушки, давай-ка тогда мы сделаем следующее. Пройдем быстренько с тобой серию испытаний, тем более тут мы уже на втором круге и нам нужно пройти где-то около 6-7 поединков, чтобы вообще завершить этот круг. Так, зэк, зачем мне зэк здесь нужен и Дони? Возьмем наших ребят конкретных, которые не будут здесь, как говорится, выпендриваться, а будут быстренько уничтожать нашего противника. Так, ну что, Джастин, Джастин Колбастин, сейчас мы его по Шурику, давай, наверное, Армагошей приступим. Ну почему он не повесил постепенный урон, а, друзья? Вот почему он не повесил постепенный урон? Когда кусает, у него есть, ребята, наложение эффекта постепенного урона. Но он почему-то этим пренебрегает, не знаю почему. Так, ну что, здесь еще одни фунтики у нас. Блин, массухи нет, давай тогда, наверное, сделаем хил. Ну, я давно хотел подлечить наших братков. Так, уже голову делает кувырок, сразу минус двоечка и добивка от Бакстера стоплена, да? Так точно. Ну вот, ребят, все шикарно и чудесно. Так, двигаемся тогда далее. Забираем тут награду. И что же у нас? И что же у нас тут? Поднять уровень персонажа и сразиться в 10 боях. Прокачка у нас... Слушай, а мы же майки, по-моему, полностью, да? По скиллам прокачали. Да, мы остановились на слэше. Ну что же, слэш, давай начнем. Будем прокачивать тебе, естественно, массовую атаку. Значит, нам нужно еще 8 ящиков с инструментами. Поехали искать. Так, первый нашли. Второй, само собой, тоже нашли. Третий. Так, еще нужно 3. Подожди, там же 10 ящиков с инструментами. Так что 7 надо. Так, стоп, я уже сбился со счету, ребят. Сейчас мы глянем, сколько там еще нам надо. А, все, все. Прокачим до второй ступени. Я доволен, как слон. Так, нужно найти 10 пленок с катушкой. Или катушка с пленкой, да? Правильно будет катушка с пленкой. Так, ну и что? И последний, наверное, разочек. Все, ребят. Мы завершили здесь задание. Забираем награды. И поднять уровень персонажа. А вот уровень персонажа, скорее всего, не получится поднять, да? Так, слэш. Ну-ка, покажи мне, пожалуйста, какие у тебя там характеристики. Ммм. 66 уровень он у нас зарабатывает. Ну, прикольно, ребят. Соответственно, я сразу же забираю здесь награды. И остается у нас, по-моему, только поединки. Пицца нам, по-моему, не нужна. Ты посмотри, как у нас, ребята, мало телепортов. Но, но, у нас есть баксы, поэтому я покупаю сразу же. Как только есть свободный доллар, естественно, мы приобретаем наши телепорты. Без них нам никак. И сразу же, пожалуй-ка, я зайду в магазин. Подожди, мне нужно в магазин зайти, в предметы. Посмотри, так, 175 жетонов. Ну, естественно, этого мало. Этого вообще мало, ребят. Тогда в испытания борцы с преступностью. Так, ищем пита. Е, с первой попытки, ребята, вы видели. С первой попыточки сразу же вырвал пита. Так, давай тогда рокула попробуем сейчас вытянуть. Так, нам Тимоти Кирги выпал. Нет, давайте мне, пожалуйста, рокула. Вот смотри, что делает игра. Вот, есть, вытянул. Слушай-ка, ну, у нас тогда еще есть в запасе сыр. Блин, ну тут слэш. Кстати, а фиг ли слэш? Тут же пит. Тут пит, ребята, нам дается на халяву, если мы пройдем. Ой, Рэй, ну ты даешь. Давай, конечно, будем проходить по Шурику. Два ДНК напита, на дороге не валяются, сам понимаешь. Так, четыре волны у нас здесь. Да я, наверное, без бомбочки. Пока без бомбочки. Это у нас тля, так называемая, ее быстренько мы разбомбим. И переходим с тобой на вторую волну. Здесь у нас дроны, недобитые, покоцанные, как ты видишь, да? Их то ли не доделали, то ли они облезли где-то, как, знаешь, как терминатор после пожарищей. Вышли все какие-то в обломках, в осколках. Так, пулеметная дробь. Замечательно. И последняя волна, это у нас слэш пит кожеголовый. Сейчас мы их всех, наверное, накроем. Ммм, зэк, ты меня подвел. 55-й уровень, как всегда, ребята, он не смог одолеть. Но, тем не менее, на халяву получаем два ДНК на нашего птенчика пита. Так, ну, слушай, еще есть, давай поп... Вот, кстати, ребята, вот если мы здесь пройдем, мы сможем фармить пита и рокула. Поэтому с превеликим удовольствием я сюда забегу. Так, ну что, здесь у нас стрелозады стоят, как ты видишь. Естественно, их сразу же начинаем разбирать. Так, выстрел, укус, шипастый шар. На второй волне нас встречает опять эти недобитыши, обгорелые. Причем закус под черепашек, да? Смотри, они по цвету все как черепашки. Дони, Лео, Майки. Так, третья волна, но не последняя, это предпоследняя получается. Давай с базуки. Шик. Ну, и вот последние галадранцы. Сейчас мы их с тобой... Не добил чуть-чуть. Ну, ладно, давай ракетами, я думаю, справишься. Ох, тихо, кружеголовой лежать. Вот правильно, что он лежит. Расслабляется. Все, ребят. Прошли на изи. Блин, ну как же так? Да лиги сегнув, две звезды мне сбросили. Ну, это уже ни в какие ворота, ребят, не идет. Я вам серьезно говорю, ни в какие вообще ворота не идет. Зато теперь можем фармить. Ну, что, попытаемся? Подожди, не туда, мне надо вот здесь вот. Поехали. Опа, рокл сразу же выпал. Будьте добры, пожалуйста, мне выдать еще пита. Ну, пожалуйста, ну. Последняя попытка. Ноутбук Дона. Ладно. Самое главное, что теперь мы можем спокойно фармить. Это уже, это уже приятно. Ну, что, друзья, у нас, как обычно, арена. И на этой арене мне нужно, ну, я не знаю, ребят, как-то притопить чуть-чуть, что ли. Потому что нас все время сбрасывают в самые какие-то низины. Причем так быстро. Ну, что, ранг 65. Лига сегунов, две звезды. Ни в какие ворота это не идет. 16-21. Так, 58 уровень. Ну, что, начнем, наверное, потихонечку. Берем Змейка Вьюна. Так, подожди, Змейка Вьюн. Раз, два. Так, у них Карайка тут с офигенной инициативой. Я возьму, наверное, на всякий случай пита. А, пит. Пит даже не успеет, ребята. Здесь ничего сделать. Его сразу бомбанут. Тогда возьму на помощь паукуса и морзиную кошку. Морзиная кошка, мне кажется, будет получше хилять. Хотя ударов у нее вообще нет. А если есть, то они ватные. Ну, вот, вот, вот. Слушай, а Карайка не стала делать масуху. Это, кстати, большой плюс для нас. Но у него муха. Слушай, и муха даже не стала хилять. Это что такое, а? Ну-ка, давай, Лео. Гасани-ка их всех. Это для меня неожиданно, но приятно. Ну что, двигаемся тогда дальше, конечно же. Так, с 65-й позиции мы перемещаемся на 49-ю. Не очень, чтобы хорошо, но ладно. Нет уж, давай 15-21. А, 16-21. Ну что, возьму я тогда здесь Зека. Майки мне, конечно, здесь со всеми нравятся. Причем 60-го уровня, поэтому придется мне здесь еще взять. Да-да-да, Супер Шредера. И надеяться на то, что он сразу же завалит Микеланджело. Если этого не произойдет, мы и будем с тобой отгребать сейчас. Ну что, Супер Шредер, ты готов? Я знаю, что меня не подведешь. Так, Зек первый ходит. Ха, Монда Гека сразу отвалился. Все, что нужно было, ребята, у нас получилось. Кстати, а сколько у нас имеется откатов? Восемь. Восемь откатов. Ну, ты знаешь, я тебе скажу, что это очень мало. А если мы хотим сегодня тем более нормально так продвинуться... Правда, я не смотрел еще рекламу. Можно будет ее глянуть, получить еще десяточку. Вот смотри, я сейчас в данный момент взял одного Армагуна. Я почему-то в нем уверен, что он здесь может всех запаять своим валуном. Давай проверим. Шестьдесят первый уровень Майкинг, в принципе, должен справиться. Да. Ребят, все у него хорошо получилось. Даже глазом, как говорится, не моргнул. Так, семнадцатая позиция. Помнишь, я, кстати, говорил, ребята, про наушники-то, да? Что наушники у меня старенькие, которые я очень люблю носить. Ну, у них перетерся провод. На Авито. На Авито, ребята, нашел эти наушники и заказал. То есть, они сейчас уже идут ко мне, так скажем. Ждать придется где-то около недели, но тем не менее. Да, бэвушки, ребята, но зато они классные. То есть, я два вида нашел. Первый, который надетый на мне, это Сомик. ГХМ-1, по-моему, если я не ошибаюсь. А вторые, Сомик ГХМ-3. Вот. То есть, вот эти мне нравятся по звучанию. В них сколько получается. Вот в этих наушниках, если я не ошибаюсь, шесть динамиков. То есть, три с одной стороны, три с другой. Там звук просто колоссальный. Но почему вот эти вот, ребята, я меняю? Пульт. Пульт. Вот эта вот карта звуковая, которая в них идет. Здесь у меня оборвались в свое время провода. И провода оборвались также в наушниках. Все полностью вырваны были. Я их припаял кое-как. И большинство функций не работает. То есть, не работает бас, не работает только громкость. Я могу сделать тише и громче. Все. Остальное, ребята, не работает. Поэтому я заказал такие же наушники. Я к ним привык. Очень крутые. Мне нравятся. Так же, как и Сомик. Ну, Сомик там, конечно, вообще, ребята, отдельный разговор. Там весь провод. Наверное, ты видел в предыдущих видосиках. Здесь, когда провод висит, он весь просто в изоленте. Весь. Потому что, если здесь у нас тканевая плетка, то там обычная, даже не то, что резиновая, какая-то капроновая. И она за те 6 или 7 лет, или 8 даже, которые они у меня были, она превратилась просто в камень. И она начала ломаться. То есть, проводка сама ломается, а провода внутри, ну, начинают потихоньку от того, что переизгибается, рваться. И, соответственно, начинается всякий скрежет в наушниках. В общем, короче, мне пришлось от них отказаться. И в магазинах уже, естественно, этих наушников нету. Производство их закрыто давным-давно, потому что, если не ошибаюсь, это 15-го года были модели. Их уже нету, так как они, ну, устарели. А вот на авито, слава богу, нашел. И мне уже их отправили. Все, ребят, теперь я жду посылочку. Так что, возможно, видосики с вебкой будут почаще. Ну, когда они, конечно же, придут. Так, ну что, давай тогда двигаться дальше. У нас 16.21. На самом деле, я уже должен получить 16.22. Или там 17.22. Ну, в общем, должны меня повысить. Но, видишь, они этого почему-то не делают. Они этого не делают. И не хотят, главное. Засранцы. Ну, как же так-то? Вообще ни в какую. Просто сказали, отвали. Обойдешься без этого. Обидно, конечно. Ну, а что, придется вот соглашаться. Ну, у них и уровень-то, кстати, заметь. У них до сих пор еще 58-й и 60-й. Это мы уже с собой отыграли, наверное, на боев 6-7. То есть, они даже не сдвинулись. Не на ее тушку. Так что, давай. С Алиэкспресса скоро придут, ребята, ко мне платы. Которые я заказывал на жесткие диски свои, сгоревшие. Вот. Три платы. И, надеюсь, я смогу восстановить их. И это будет круто. Купил уже себе такой вот бокс. Не знаю, видно вам, не видно будет. Вот такой, ребята. Ну, я думаю, что все поняли, да? Это у нас внешний бокс, куда можно вставлять HD-диски. Потому что внутрь у меня же не помещается. У меня внутри моего корпуса сколько получается? Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Семь жестких уже стоит там. Представляешь? Вот. И здесь два. Плюс еще один внешний у меня стоит вон за плазмой. Там тоже жесткий диск один подключен. Хитачевский. Так что... С местом, конечно, ребята, все нормуль. Но, опять же, маловато. Мне не хватает. Мне не хватает, ребят. Ну, во-первых, очень много сериалов скачивается, как говорится, понимаешь, да? Потом... Они тоже очень много места занимают. Так что все вот эти вот сколько там... Я даже не знаю, сколько у меня по терабайтам. У меня еще жесткий диск идет на 4 терабайта. Он придет где-то 12 ноября, потому что я с Китая. Вот. Что у нас там еще? Ой. Ну, где-то... У меня где-то, наверное, терабайт 25... Около 20... Около 30... 25-28. Точно не помню. Сейчас подсчитывать даже не могу. А, еще не забывай, что у меня поменил ЧЖ. У меня М-овская стоит. Жесткий диск. 3М. На сколько там? На терабайт. Винда стоит у меня на SSD-шке. Тоже... Сколько там у нас? Терабайтник. Да. Прилично, короче, получается у нас. Кажется, много так. А на самом деле... А на самом деле для меня мало. Потому что вот эти всякие архивные видео еще сохранять надо. Но я тебе скажу так. Много места не бывает. Бывает только мало. Так, ладно. Я думаю, что, может быть, Крэнк здесь и один справится. Поэтому не будем тут сильно ему давать помощи. Возьмем он змеюк Рай. Мне кажется, он, в принципе, своим лучом. Так же, как и Супер Средер сможет всех разбомбить. Вчера, ребята, отработал сменку. Блин, как непривычно. Да еще и холодно уже стало. Сегодня вот шли с работы уже утром. Заморозки. Уже все. Иний. Несмотря на то, что у нас буквально, когда, наверное, две недели снег выпал по щиколотку. Ну, он такой, знаешь, поверхностный. То есть, у нас бывает такой выпадает снег. Потом он тает. Тает. Грязь образуется. Самое, кстати, неприятное. И вот именно в этот момент почему-то большой риск заболеть. Заразиться. Видимо, вирусы активируются. И вот начинается такая травла. Ну, еще к тому же, конечно же, ты одет еще более легко. Не по зимнему, потому что как бы по зимнему еще рано. И вот эта вот обманочка, она тебя и ловит. Ты думаешь, что еще норм. А тут ветерок поддул. Ну, и... А еще, ребята, проблема, когда ты спишь с открытым окном. Вроде бы ночью засыпаешь. Кажется, жарко, душно, да? От окна открываешь. А на утро просыпаешься от того, что просто дубак тебя знобит. И ты уже сам не догадываешься, как простыл. Тебя уже продуло. Тоже вот такая вот фигня. К чему я это все говорю, не знаю, ребят. Так, житейские дела. Решил просто вам рассказать. Ну что, 32 ранг у нас, кстати, мы еще до сих пор... Мы еще до сих пор не дошли до Лиги Мастеров. Ты прикинь? Вот, например, мне в данный момент в квартире очень жарко. Вот в этой штуке, вот в этой олимпике, да, сидеть. Мне жарко, ребят. Но с голым торсом тоже я вообще предпочитаю сидеть с голым торсом. То есть без футбола, без всего. Мне жарко. Я все это снимаю и сижу просто... И балдею. Ну, мне же нельзя перед вами сидеть. Извини, я с голым торсом, блин. Запрещено, как бы, блин. Поэтому приходится одевать. Она хоть как и футболка, но все равно, ребята, вон под боком здесь батареи шпарит, как не знаю кто. И вот ты сидишь как в коматозе. И если я начинаю открывать окно, там машины, фуры едут, потому что дорога рядом. Начинается вот этот, как-то сказать... Ну, в общем, шум. Левый шум сюда идет. Так, подожди-ка. Мне надо, наверное, кого-то наказать. И это будет, скорее всего, Ванюша. Наказал называется. Блин, называется наказал. Майки, Рафаэль еще тут может, кстати, хил врубить. Он, наверное, так... А, мы его приглушили. Так, слушай, смотри-ка. Все на Рокзар. Ну, потому что Рокзаров в провокации стоит, поэтому они все на него. Вот то, что он постепенный урон сделал, это, конечно, ребята, вообще не ездить. Попробуем Майки уж отдать. Есть. Майки уж отдали. Теперь все-таки надо Ваньку пытаться. Во что бы то ни стало. Давай, Алапекс. Нет, не вышло. У тебя фокус этот? Так, защита у нас, слава богу, пока есть. Давай, конечно, все-таки Рафаэля попробую рубить. Я просто вижу по его глазкам хитрым, что он, ребята, хочет... Ауч! Хил рубить. Я боюсь, что... Я боюсь, что у меня сейчас, ребята, Бибоб упадет. От постепенного урона. Вот чего. От постепенного урона, скорее всего, ребята, он отдуплится сейчас. Да ладно, блин, ты... Ах, Ламон, да прикинь, его даже постепенный урон не взял, не добил, блин. Два. Два потерял, ребята, бойца. В общем, короче, я тебе скажу одно. Рокзар — это полная вата. Он держит оборону. Ну, как полная вата. Сам по себе он хорош. У меня не было достаточно сильного дамагера. Крис Брэдфорд — это не дамагер. Это какое-то недоразумение. Он мне ничего не помог вообще. То, что он ставил защиту, это все прошло, это все пропало. На Джастина тоже надеется, это последнее дело. Я не знаю. Да еще и взял с собой таких ватников, блин. Ладно, давай посмотрим. Ну, сейчас до Железноголового пока очередь дойдет, нас тут начнут разбирать. Сплинтер, 71 уровень. Нормально так прописал, да? Крису Брэдфорду. Просто вырубил его один раз. Метнув тесаком. Так, Морзин Кучка, что там решает? Комочком. Так, этот берет защиту, да? Нет, 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 нет. Не защита, ребята. Да? Какие же вы отстойники? Вот Джастин, блин, и вот этот Железноголовый. Е-мое. Пока до них очередь дойдет, блин. Несмотря на то, что, ребята, они 80-ом уровне. С 70-ником, 60-ником профукали. Просто. Нафига таких бойцов делать? Я не понимаю, блин. Которые ничего не могут, вообще никак не могут нам помочь. Ватники, е-мое. Вот что у нас тут? Тут у нас много массовых атак, да? А 66-й, 65-й уровень у нас 56-й, то есть на 10 уровней превышает. Мне что-то кажется, что здесь сейчас не обойдется без... без смертей. Если я Тимати возьму, например, в провокацию... Плюс, не забывая, у него стоит уклоняшка. Это хоть как-то нам поможет, блин? Да, удар у Донателло, конечно, вообще вата. Так, тут блокировку делают. Массовая атака, естественно. Е-мое, он еще и хиляет, а. Он еще и хиляет. Он хиляет практически, ребята, все. Полностью выхилил, а. Он выхилил, мало того что. Плюс он баф. Все, это уже, ребят, перебор. Спринтер, ты достал уже, я не пойму. 67-й уровень просто валит моих ребят, блин. Ты посмотри. Тимати, ты... Вот ты баран, а. На спринтере ничего не было, ребята. Никакого, не уклоняя ничего. Он даже попасть не смог. Сейчас только у Тимати пройдет, ребята, провокация. И нас тут начнут колбасить. Они еще и двойную атаку себе здесь понавтыкали, прикинь. Они еще и двойную атаку. И бьют специально обычными атаками. Я в шоке. Ну, тут еще, ладно, тут можно, ребят, понять. 56-й против 64-го. Короче, тут все, ребят. И я в шоке. Тут вообще никто не выживет у нас. Вот это я расслабился, друзья. Вот это я, блин, пожадничал на откатах. Вот и получи, как говорится, что заслужил Рэйчик. Вот это, да, ребят, вот это Уэлсон. Пипец. Вот такого я уже давно не помню. Поражение. Пожадничал. Три поединка, ребята, пожадничал. Взять кого-нибудь из достаточно сильных. Понимаешь? И вот тебе что вылилось. Мог взять бы Армагона. Например, да, сколько у нас еще? 7 откатов. Ну, Армагона и Лео. Все. Больше ничего не надо. Бери хоть кого. Они проводят любого. Ну, ты понимаешь, ну, хотелось как лучше. Хотелось отыграть теми пацанами. Но миллионный раз это уже доказывает, что они того не стоят. Они беспомощные нытики. Они беспомощные нытики. Они ничего не могут сами по себе сделать. Просто. Мне кажется, прокачает их на сотый уровень, и они также будут ныть. У них также будет слабая инициатива. Они также будут фейлиться. Да. Обидно, конечно же. Так, ну что, 16-22. Я тебе говорю, Армагона берешь, например, Армагон Зэк. Все. И это в корень, ребята, меняет дело. В корень. Если не считать этих всяких Джастинов, Сплинтеров и тому подобное. Недотепков. Я тебе говорю, даже до сотого уровня, ребята, просто вот нет никакого желания их прокачивать. Потому что они даже на 80-м ничего не могут сделать против 50-х. Он 80-го, а не 56-го. Все. И они сразу поплыли. Это мы только до Лиги Мастеров добрались. У нас уже персонажей не осталось. У нас уже вообще ничего нет. Мы только добрались. Молодцы. Лучше, блин, не придумаешь. Сыграли. Раз, два, три. И мне придется брать откат и смотреть. Потому что я не... Не, ну там, в принципе, можно будет взять Супер Шреддер одного. Мне кажется, он должен справиться. Супер Шреддер. Опять же, что, сватниками его отправлять? Да, щекотливая ситуация. Но пока ты, как видел, Армагон один справляется. Он практически выносит всех наших противников, не оставляя шансы им. А можно даже не рисковать, а... Так, 76-я позиция. Я вообще думал, что Лига Мастеров хотя бы две звезды сегодня будет. Будет. И две звезды, и три звезды. И Орден Сутулова будет. Все будет. Вот. Взял. Если... Если мы сейчас просто вот с тобой вот не добьем, да? Вот просто не добьем. Большинство. Все сейчас посыпятся. И сейчас Армагон не сможет здесь вырубить хотя бы 50% этих упырей. Мы начнем посыпаться. Смотри. Ну, он красавчик. Армагуша красавец. Молодец. Вытянул. Я почему бы взял здесь крысину у короля? Для подстраковки. Думал, ну, если что, крысами добить. Но Армагон справился. Один. В соло. Так. Ну, что? Вот. 17-23 уже есть. И, как мы видим, 74-й уже даже уровень. 74-й. Ну, что? Давай вот так вот сделаем. Я знаю, что это тоже, ребята, огромный риск. Ну, опять же, я полагаюсь на Армагоны. Что он им оставит там совсем немножко хп. И уже мы сможем их добить. Так. По инициативе. Не надо хилять. Так. Он вызывает этих паразитов, да? Клан футовцев. Слушай, давай попробуем массовый бомбануть. Выход, я сказать, есть. Ну, давай. Твой выход. Слэш. Да, молодец. Прописал. Ну, что я тебе скажу? Вроде бы как и все. У нас... Отката, что ли, смотреть придется? У нас бойцов-то еще дофигища там. По-моему, нормально, да? Раз, два, три. Нет, ребята, ненормально. Ненормально. Ну, ладно. Я все равно в любом случае гляну тогда, наверное, рекламу. Даже для следующей серии все равно, ребята, нам понадобятся откаты. Как ни крути. Так, ну что, забрал я последние откаты. Десять штук у меня есть. И у нас получается только лишь последний поединок. Давай уже его, как говорится, допройдем. Только я хочу получить 17.23. Я ведь знаю, что есть в закромах у вас такая штучка. 17.23 кубков. Но почему-то они не хотят мне давать. Почему? Потому что они желабые, ребята. Они желабые конкретно. О! Ну, уже поздно. Увидел Зарева в конце туннеля. Блин. И теперь скажут. Ну, раз ты не взял 17.23, тогда получаешь 16.23. Папочку не обманешь. Папочка, ребята, знает, что рано или поздно все это будет. Так, ну что, Армагон. Ай, фиксим. С шенигами у нас, да, в пролете. В этом последнем поединке она у нас не будет участвовать. Да и фикснее, ребят, на самом деле. Не велика потеря. Не велика потеря. Конечно, сегодня, на самом деле, ребят, самый паршивший, наверное, поединок у нас получился. Мне так показалось. Просто столько фейлов. Я не помню, чтобы было. Да, 2, 1 был. Но 3, 4. Сколько сегодня мы с тобой нахапали? Приличное количество, да? Это, конечно, перебор. Так, тут у нас пицца, испытания. Кстати, что у нас за день недели, ты не помнишь? Телефон далеко лежит. Ладно, фиксим. Сегодня, по-моему, среда, да? Четверг, пятница, суббота. Нет, сегодня, наверное, четверг. Четверг, пятница, суббота. Потому что воскресенье у меня первая смена будет. Сегодня, значит, четверг. Так, ну что, друзья. Получается, что на сегодня у нас все. Единственное, что мы можем с тобой, знаешь, что сделать? Дотратить всю пиццу. Ты спросишь, куда? Я тебе отвечу. Пиццу мы можем потратить на слэша. На слэша, слэш. Так, семь катушек с пленкой. Давай, попробуем сейчас найти. У нас выпадает только лишь доска для серфинга. Никчемная, никудышная. Так, катушка с пленкой. Раз. Это вторая. А нужно семь, да? Вторая. Так, третья. А у нас пицца-то уже. Все, ребят. С пиццем мы тоже разобрались. Ну, то есть, получается, у нас еще четыре катушки с пленкой и 12 автомобильных номеров. И, в принципе, до третьей ступени вот это поворот будет у нас прокачано. Да, ребят. Восемь откатов по этому у нас сколько? По жетонам. 245. Блин, нам с тобой копить еще и копить. 245 жетонов. Да. Ну что, друзья. Тогда на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.